всем привет у нас мало что позавчера был ураган и вот эти по названию козы ураганом еще до доломали просто стойку на доильном столике ночью сегодня грохот такой был кто-то из козлят и и просто снес а теперь как ни в чем не бывало прыгают то на ней то возле нее кнопок да чё кричишь вот сейчас теперь мужу лишняя работа будет делать потому что доить без этой крышки нельзя козы будут просто перепрыгивать что ты им кинула подсохшие цветочки белка больше всех ухватила девчонки там дальше лежат еще все половина половина тут гуляет ну вот тебе что тут надо козленыш 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 куда маша маша волкодавка куда идешь куда это не все ждут кушать нас 8 утра доходит в общем вот еще работа мне мне этот столик чистить а мужу прикручивать обратно вот эту стеночку потому что без нее никак с ней очень удобно так как козы стоят спокойно при дойке кнопа еще не время доится куда ж ты идешь маша волкодавка прибавила в молоке все козы пас немного по как бы поубавили молока у белочки также в данный момент белка белк в данный момент у нее еще сосудики никак не восстанавливаются немного есть кровь в молоке но это молоко я уже говорила в предыдущем видео что мы ее сдаиваем последний я отдаю собакам вот думаю как чем как проколоть ее чтобы есть вот эту вот то что время набирает больше молока у нее но как-то не растягивается что ли и получается вот она сейчас данный момент немножко выделяет в молоке с молоком кровь фанта катя у нас вон то он то черная лечу ее хвостик но она представляете все и лекарства и дисплей спрей и мази все вылизывает как собачка она постоянно лежит хвост я не знаю что делать как мне поступить я уже прям вообще переживаю за нее потому что кто его знает что будет дальше плюс я думала перевязать но не получится потому что она тут же все это сдерет и бинт и какую-то повязку все равно это все будет на полу поэтому а что кричит привет муж не смотреть как свернули да еще испачкали за ночь все посворачивали это вот как можно так вот и скажите что постоянно какие-то ремонты до да малышня малышня гита и зита две сестренки рядом это игрушка игрушечка игрушечка это глашечка фанта ой фанта го арти арти девчонка но сейчас хоть так не боится как раньше раньше она уже вскочила бы и убежала да так вот смотрите видите что она делает она постоянно вылизывает хвост состоянии конечно у нее прям открытые раны но что мне делать я вообще не представляю она все это вылизывает все лекарства все убирает как мне быть как поступить я вообще не знаю она очень мучается хотя вы знаете молоко слава богу не скинула и температуру у нее нет такой прям привет мальчишки мальчишки у козленка все хорошо уже ушко заживает но правда он перестал подходить к рукам после лечения привет ну без тебя шкур конечно но никак и нигде привет 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 я уже боюсь ты сейчас как долбанешь головой и текуте фанта фантуська игрушка вот две сестренки игрушка так получается это даша у нас это катя машка волкодавка как я и говорила это у нас зайка зайка цвет поменяла была темная стала смотрите светлая зато у нее мордочка так и осталось двумя этими пятнышками погло возле глаз ну не надо меня пачкать зачем ты меня пачкаешь вот насчет ой стежки она у нас хромала но сейчас сейчас данный момент она вроде и ногу разработала сейчас так сильно не хромает орфей орфей как всегда молчал молчал я сюда зашла и все начал кричать но ты самая маленькая смотрю ну да и вот малышам нравится здесь прыгать бегать по ней им весело в общем-то привет девчонки ну что что сейчас кушать уже скоро будете скоро кушать будете немножко осталось они уже время чувствуют и знают и поэтому ждут кашу пареньку вот это диковатый козленыш это вот брат сестрой и один братишка и их у козлов там не кастрат орфей орфей со своей болячкой почему-то не набирает вес он кушает хорошо травку и вообще кашу но вес не набирает самый крупный козел стать из козлов ну кроме кроме конечно взрослого козла папаша его вот у него капает капает с мочевым конечно проблемы вот он поэтому вытягивает ноги и кричит но не могу никак его прирезать рука не поднимается вы посмотрите меня облепили тут уже в трое да девчонки фанта за зайка и игрушка куда я туда и они а эти отрываются играют кнопа уже улеглась белка белочка упадет на тебя куда залезла вы посмотрите чего ты куда залезла эй 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 лазь залез козел оказывается зачем ты туда залез упадет на тебя и все как я не люблю рогатых коз наши рогами ох как они друг друга калечат какие-то болячки делают съехал орфей на кого этот на травку на травку арти там легла возле стеши зито гито зито гито девчонки ну вот смотрите гито ручная стала спокойно реагирует а была самая дикая козочка сейчас она уже спокойно реагирует и можно и погладить подойти и она уже не убегает осталось нам хорошо приучить арти вот эти меня привет архей ты пришел вот эти меня съедают туда девчонки все равно они я говорю даже вода из-под мамок на третий через три-четыре недели убираешь и сам выкармливаешь и вот такие они становятся бывают конечно вот что-то не так они вот бывают диковатые потом вот видите ручные прекратим на меня прыгать игрушка хулиганка тут час сыра за вчера дождь хороший был вчера слава богу не было дождя откуда я туда и они ой глаша лежит глашуня а так можно спать ваш ваш ваша смотрите как крепко спит ничего себе ты уснула обалдеть не мешайте я отдыхаю да молодец игрушка от меня не отходит прямо везде за мной куда я туда и она и да игрушка ногти моя хорошая это дочка катя который сейчас сейчас лечит дочка идет дорогие друзья приехали мы с мужем на велосипедах посмотреть на заброшенных садах траву но травы таковой то и нету она вся короткая очень сухая хоть и зеленая видите брошенные сады здесь от дома мы уехали два километра вдаль вдаль туда вон вдалеке там машина чья-то вон там дальше поля хотели посмотреть как там трава но там трава еще хуже чем вот здесь по дорожке вот так что в этом году невозможно даже козам и на брошенных садах набрать травы хотя я рассчитывала после дождей немного собрать травы но так получается что она сухая вот вокруг брошенные домики разбитые в общем зря съездили ну небольшой отдых куда деваться дорогие друзья как я и говорила трава везде короткая приехали мы за два километра от дома вот такие вот заросли тут сухие не сухие вот такая полянка небольшая я решила в общем то чтобы не совсем впустую педали не крутить я решила все таки вот такую травку подкосить взяла серп вот он и потихоньку вот кашу немножко уже накосила травки хотя бы побаловать так знаете как полакомиться что ли им даже не поесть потому что одного мешка им недостаточно такой толпе там конечно сейчас еще если получится и поздно не приедем домой выведем их еще на пастбище хоть что-то поедят а сейчас пока будут косить вот эту коротенькую маленькую травку принципе я знаю они будут ее хорошо есть а возле меня полно вишни еще чего-то какой-то дикарки как волчья ягода что ли он там дальше поля здесь дорожка но мы в другую сторону пойдем муж другой стороне сейчас смотрит траву можете найдет что поэтому а я пока недалеко от велосипедов вот в общем буду косить дальше еду домой вот это место мне нравится вот такой вот арык и деревья внутри красота хотя жалко я еще не проехала деревья там у нас поля везде такая вот красота небо красиво просто нет слов природа дорогие друзья едем назад домой решил остановиться возле речки нашей в этом году ею хоть видно она с водой как всегда с бардак вот в этой стороне купаются люди залазят с той стороны тоже купаются но сейчас холодно уже прохладно сегодня 27 хотя все равно плюс в этот тепло поэтому решила остановиться запечатлеть нашу речку полтора километра от нас речка такой камышек небольшой деревья большие вот вот красота какая оп велосипед чуть не упал велосипед у меня держать надо смотрите какая красота небо красивое и рядом вода просто нет слов а всем спасибо за просмотр ставим класс подписываемся на канал и всем пока пока пока